всем привет я продолжаю цикл урок для начинающих изучать unity и опираясь на тот пример который мы рассмотрели при создании прототипа игровой локации и при этом изучили массу вспомогательных возможностей редактора для того чтобы делать это быстро и красиво и эффективно и сейчас мы ответим на вопрос как же все это богатство собрать в исполняемый файл пока мы можем играть в игру только внутри редактора но возможно мы хотим ее перенести куда-то и показать своим друзьям поиграть на другом компьютере к примеру получается что на другой компьютер нам тоже нужно ставить unity конечно же не обязательно это делать unity это среда разработки но в игры все играют совершенно вне этой самой среды поэтому очевидно что мы сейчас с вами возьмем и создадим исполняемый файл как это сделать для этого у нас есть пункт меню файл под пункт build settings и у нас появляется такое специальное окно которое нам необходимо грамотным образом заполнить на самом деле здесь нет ничего сложного но я сейчас быстро расскажу об основных каких-то моментах абсолютно все рассказывать не буду потому что есть те нюансы которые могут быть важны для каких-то конкретных типов проектов и так первое что мы в этом окне видим это вот такой вот еще одно окошечко sense and build сейчас у меня это окошечко пустое возможно если вы следуете вслед за мной то у вас в этом окошке что-то появляется здесь естественно перечислены те сцены которые мы хотим собрать в билл или в сборку проекта если мне нужна вот эта сцена с которой я работала которую я хочу в игру свою разместить я нажимаю на кнопку это open sense и вот она у меня здесь появилась принципе любые сцены если допустим у вас игра многоуровневая вы можете затаскивать сюда вот из папки sense к примеру у меня есть еще какие-то сцены и я просто беру и затаскиваю drag and dropом те сцены которые мне не нужно собирать они могут здесь оставаться но я могу убрать галочку они собираться не будут будут собираться только те которые помечены здесь флажочками которых есть индекс и так мы решили какую сцену мы хотим собирать или сцены в наш исполняемый файл в принципе можно сразу нажать build здесь нам необходимо задать папку в которую все это будет собираться у нас это соберется в некую папку там будет несколько файлов и папок соответственно лучше конечно же сам создать папку и назвать ее к примеру build можно с индексами потому что возможно у вас будут разные версии нажать выбор папки я это уже сделала и немного подождать у нас происходит сборка зависимости от сложности проекта это может занимать больше времени или меньше при этом вы видите на сцене что-то мигает ничего страшного не обращайте внимание все потом восстановится вот у меня произошла сборка и сразу unity открыл вот эту папку и показывает что принципе я могу уже запускать свою игру она у меня называется точно так же как я назвала проект вот у меня проект называется from scratch 2019 и и соответственно у меня назван исполняемый файл здесь есть еще вспомогательные файлы и папки они тоже нужны если мы захотим перенести все это на другой компьютер мы берем вот эту папку build 1 и перетаскиваем на любой компьютер на любую флешку даже с флешки можно играть но давайте запустим посмотрим что получилось вот я могу уже играть в окошке конечно это далеко не все что мы можем делать при сборке возможно у вас у многих возникло уже вопрос как же допустим это все дело настроить настроить можно нажав на кнопку player settings но прежде чем мы на нее нажмем еще обратим внимание на то что у нас мы можем создавать проекты под самые разные платформы и допустим отдельная тема это создание мобильных игр соответственно мы выбираем платформу android или ios или еще какие-то необходимые нам платформы но вы видите что допустим если я выбираю android то у меня здесь все стоит я могу уже почти создавать билд хотя для этого нам нужно еще нажать switch платформ но об этом в отдельном уроке как собрать проект под android например аналогично под ios и под другие платформы но допустим под ios у меня еще не установлены все необходимые компоненты поэтому мне нужно еще открыть страницу загрузки и до установить то чего не хватает по умолчанию у нас стоит платформа pc то есть мы под компьютерную платформу делаем видеоигры но настройки у нас есть мы выбираем player settings и можем здесь задать имя своей компании название проекта соответственно у нас будет другое имя папки другое имя исполняемого файла и вы сможете назвать свою игру так как вы хотите здесь мы можем задать иконки те которые будут везде по умолчанию можем задать под разное разрешение иконки как правило это не делается если у нас иконка одинаковые но возможно под разное разрешение иконки разные но можем задать разрешение вот здесь вот у меня сразу я поставила не fullscreen mode a window в окне и вот у меня было такое разрешение задано поэтому мы смогли поиграть в окошечке как правило по умолчанию стоит fullscreen window и тогда бы у меня развернулась на полное окно но с этими настройками поэкспериментируйте самостоятельно для начинающих если вы будете fullscreen window использовать я рекомендую также еще поставить галочку и сайзабл window для того чтобы вы могли это окно менять в размерах еще здесь очень важный есть такой компонент настроек это спорт это спектр отец это значит что различные соотношения сторон мы поддерживаем либо нет зачем все это нужно как правило такая такие вопросы и детали начинают возникать тогда когда у нас есть некий интерфейс и размещение элементов на экране и для того чтобы игрок видел все что ему необходимо видеть конечно же нужно подумать о тех разрешениях экранов с которым с которыми эта игра будет работать но еще интересная настройка splash image это заставка unity если мы работаем unity personal то у нас автоматически сначала идет заставка unity которая на черном фоне но мы можем можем например изменить цвет фона мы можем добавить еще какие-то свои логотипы помимо того что у нас допустим background image и разработчики unity в разных версиях раньше вот можно было только изменить цвет а сейчас можно еще добавить какие-то свои дополнительные картинки если вы купите платные пакеты то соответственно заставку unity вы сможете убрать поставить все свое и никаких других заставок не будет но я не думаю что так уж страшно что есть заставка unity она красивая тем более что можно немножечко еще ее поднастроить под свои потребности не обязательно на черном фоне к примеру вот такие небольшие настройки все остальные имеют отношение опять же к различным другим типам проектов и частично о некоторых из них мы будем говорить когда будем говорить например разборки проекта под android ну что собирайте свои игры делитесь с друзьями играйте вместе и получаете массу удовольствия всем успехов и до встречи в новых уроках